Чем мне нравится время, когда не надо торопиться и спешить? То есть не надо гнаться за ВВП. Как недавно сказал наше правительство, нам не надо объемов, нам нужно качество. То есть темпы экономического роста 2% нас вполне устраивают. Естественно, раз партия правительства сказала, что от количества переходим к качеству, давайте все-таки поговорим о качестве жизни. О чистоте в том числе нашей жизни. О незагаженности наших территорий. Вот об этом тоже надо думать. И о том, как грамотно организовать экологически чистое производство. Фирма Подъемник это сделала. Практически 2 года здесь, на выезде в сторону города Челябинск, нашего областного центра, работает завод по переработке автомобильной резины. Если вы все-таки заботитесь о подрастающем поколении, о том, какую землю им передать, вы руководитель производства или вы владелец гаража, с большим количеством, не нужны вам уже авторезины, приезжайте сюда. У частных лиц авторезина берется бесплатно. Но юрлица, естественно, заключают договор и при этом получают определенные скидки. Так что давайте заботиться о нашем красивом южноуральском крае. Любимое детище человека, ну, по крайней мере, одно из любимейших, за свою жизнь и в среднем, естественно, производит неперерабатываемых отходов по объемам не меньше себя. В случае с техникой исполинских размеров, рассчитанных работать ни год и ни два, и ни десяток лет, отходы эти пропорционально увеличиваются. И кто-то может возразить, ну, авто. А речь сегодня, естественно, о нем можно и в переплавку отправить, но в переплавку не отправишь, естественно, авторезину, стекла, пластик. Все это демонтируется, масла сливаются, пластик еще послужит. А вот с авторезиной как? Сжечь? Удушив себя и близких канцерогенными выбросами, это сегодня вариант попасть на крупный штраф. Потому как сжечь даже маленькое колесо незаметно не получится. Но сегодня впервые на Южном Урале реализована технология по переработке авторезины. Мы живем в интересной стране, да? Проезжаем по просторам и видим, въезжаем в столицу вроде чисто. Только выехали из столицы, срач, и не будем этого вскрывать. Везде авторезина, везде техника поломанная. И все мы кичимся. А куда девать-то все? Авторезину, которую тоннами использовали автотранспортные хозяйства, те же ПАТО. И вот они, руководители этих предприятий, говорят, что мы тоже за экологию, мы тоже за чистоту. Но куда ее девать? Теперь есть место, куда девать авторезину? Ну, теперь, слава Богу, в нашем регионе, то есть впервые в Челябинской области, вот запущен вот такой перерабатывающий цех по утилизации резинотехнических изделий. Теперь есть ее куда девать. Но предприятие на сегодняшний момент еще, ну, может быть, это и кризис повлиял, еще не все готовы привозить эту резину сюда, сдавать на утилизацию. Мы знаем прекрасно, что отработанная резина, если она сгорает открытым способом, то она именно возрождает раковые заболевания. То есть это не только экология, но это еще и заболевания непосредственно живых людей. Это именно раковые заболевания. Поэтому мы и создали вот такой комплекс, чтобы, значит, вот эта вот резина у нас именно перерабатывалась закрытым способом, горячим закрытым способом, и уничтожилась. Завод по утилизации авторезины располагается, как вы поняли, на выезде из Магнитогорска в сторону Челябинска, прямо рядом с пунктом технического осмотра. Технология мне лично известная, но никем ранее не реализованная. И вот результат. От исходных продуктов изготовления авторезины на выходе получается все то же. Нефтяная составляющая, углерод и металл. И энергия, затрачиваемая на переработку, происходит из исходного сырья. И заметьте, никаких выбросов в атмосферу. То есть каждый, кто имеет шинононтажку, каждый, кто берет колесо, каждый, кто выкидывает, его должен знать, что когда он его сжигает, он кому-то, а возможно, и себе добавляет, тем самым неприятно. Естественно, естественно, конечно. Поэтому мы и обращаемся к физическим лицам, к юридическим лицам, что данный продукт, он относится к четвертой группе опасности. И поэтому нужно эту резину утилизировать именно закрытым способом, то, что у нас есть.